Статистика говорит о том, что заболеваемость ОРВИ начала снижаться. Так если 9 числа отмечено 528 случаев респираторно-вирусных инфекций, то 10 числа всего 344. 70% от числа заболевших – дети. Возможно, объявленный в школах карантин позволит снизить и эти цифры. Карантин не означает полную отмену учебного процесса. Хоть сейчас школьные кабинеты пустые, дети находятся дома, учителя ни на минуту не прекращают свою работу. Про отдых учителей речи быть не может. У нас достаточно много работы. Это и заполнение различных планов. Это работа в сетевом городе, где для ребят, еще раз повторяю, те, которые не болеют, выставляются домашние задания, тренировочные задания, подготовка к итоговой аттестации для учащихся 9 и 11 классов. Иная ситуация с дошколками. Общий процент заболеваемости в садах составляет 8,8%. Закрыть сразу ведь садик на карантин невозможно. Он объявляется в отдельных группах. С утра воспитатели вешают медальоны с чесноком. Еще у нас идет с профилактической целью обязательные тоже прогулки. Обязательный утренний фильтр, полоскание горла, зарядка и лук с чесноком. Все эти мероприятия помогли остаться здоровыми абсолютно всем воспитанникам детского сада «Василек». Саша, скажи, пожалуйста, вот это что за штучка у тебя такая? Это киндер. А что в нем? Чеснок. А зачем? Чтобы нюхать его. И что будет? Я не заболею. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинук. Наше время.